Тем людям, чья работа связана с постоянными командировками, будет довольно выгодно пользоваться кредитными картами для путешествий, такими как, например, карты серии Альфа Тревел. Всем привет! Вы на канале Банковский. Сегодня мы посмотрим на линейку кредитных карт Альфа Банка, которые выпущены специально для любителей путешествий. Вот мы видим на рекламной странице сайта Альфа Банка сразу два типа таких карт. Это Альфа Тревел Премиум и Альфа Тревел Обычный. Ну, начнем мы, конечно, с обычных карт Альфа Тревел. Сразу хочу оговориться, что вот информация, которая представлена на данной странице, то есть касательно процентных ставок, это все для дебетовых карт. То есть, если вам нужно посмотреть информацию про кредитные карты Альфа Тревел, придется прокрутить страницу ниже, почти в подвал тут. И здесь вот видите бегунок, вы выбираете между дебетовой картой и кредитной. То есть, и ниже будет меняться информация. Вот это касается дебетовых карт. Переключаем бегунок и получаем информацию по кредитным картам. Хороши эти карты тем, что они предоставляют владельцу возможность получать значительные бонусы за покупку авиабилетов, железнодорожных билетов и забронирование отелей. Даже за обычные покупки начисляются мили в размере 2%. Ну, давайте по порядку. Вот здесь уже открыли тарифы. Посмотрим. Значит, стоимость карты в год 1290 рублей без пакета услуг. О каких услугах речь идет, мы чуть позже поговорим. 990 с пакетом услуг. За все абсолютно покупки начисляются мили в размере 2%. Если траты происходят на авиабилеты, то 4,5% начисляются милями. Это очень хороший такой бонус. За ЖД билеты еще больше 7%, поэтому выгодна эта карта будет даже не столько тем, кто часто летает за границу или по России, а тем, кто часто ездит по железной дороге. То есть, это просто будет шикарный вариант. Отели 8%. Ну, сюда же, понятно, там гостиницы входят и все прочие. Даже кемпинги, да. Снятие наличных за рубежом 5,9% от суммы, но минимум 500 рублей. То есть, понятно, это кредитка, снимать с нее невыгодно. Но за границей, особенно в Европе, да, в принципе, и в Азии уже сейчас почти повсеместно можно использовать для расчета в карту. Поэтому редко где вам эти наличные потребуются. Льготный период составляет 60 дней. Кредитный лимит до 500 тысяч рублей. Ну и процентная ставка от 23,99. Ну, по сути, 94%. 24% годовых, прошу прощения. В общем, такие сырые достаточно тарифы. Но в целом они отражают суть данного кредитного продукта. Теперь об услугах. Вот мы начали, что пакет услуг, что это за услуги. Вот здесь на, опять-таки, рекламной странице мы можем увидеть персональный помощник. То есть, он организует встречи, достает билеты на мероприятия, планирует поездки, может забронировать поле для игры в гольф или теннисный спорт. Закажет столик в ресторане, клубе или кафе. То есть, для занятых людей, которым нужно помочь в организации встреч, это как раз не самый плохой вариант. Дальше, вот здесь, какие вообще преимущества дает данная карта. Во-первых, безлимитный интернет в роуминге, бесплатная упаковка багажа, бесплатный доступ в приложения, поездки бизнес-классом со скидкой в 15%, скидки в ресторанах, доступ в бизнес-залы. То есть, много достаточно таких преимуществ, которые могут пригодиться для деловых людей. В том числе, вот компенсация при задержке или отмене рейса, скидка до 35% на аренду авто и бесплатная круглосуточная поддержка от сервиса G-AS и юридическая поддержка. Значит, вот здесь на той же самой странице вы можете полистать. Здесь основные преимущества, в частности. Билеты для любых авиакомпаний. Предложения от 300 плюс авиакомпаний, то есть, множество-множество компаний дают возможность получать различные привилегии. Мили не сгорают, то есть, они хранятся до тех пор, пока вы не решите их потратить. Продвинутая страховка бесплатно, то есть, расширенная страховка с учетом экстремальных видов спорта, алкоголя, там и т.п. Доступ к счетам в различных валютах. То есть, это очень удобно будет для тех, кто путешествует за рубеж. Данная карта, конечно, может пригодиться и тем, кто, в общем-то, никуда не ездит, потому что, посмотрите, да, то есть, за покупки они получают мили. Если вы там раз в отпуск ездите, то за период, за год вы можете накопить эти самые мили, рассчитываясь просто там за еду, за бензин, и вам хватит на билет куда-нибудь за границу. Но опять-таки, мы рассматриваем тот вариант, который касается именно людей, которые путешествуют, ездят постоянно за границу, и, соответственно, могут накопить большое количество бонусов для того, чтобы впоследствии сэкономить на дорожных расходах. Итак, значит, подводя итог нашего, значит, обзора, можем сделать какой вывод? Что карта действительно достаточно выгодная, она не дешевая, поэтому просто брать ее про запас не стоит. То есть, если вы действительно много тратите на дорожные расходы, может быть, часто путешествуете в частном порядке, или ваша работа связана с командировками постоянными, тогда такая карта обязательно должна быть в вашем кошельке. К слову сказать, подобные продукты выпускают разные банки, поэтому вы можете сравнить предложение и выбрать то, которое вам больше по душе. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие карты. Если этот ролик был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всего вам доброго!